Особое мнение на 101FM Это детских садов, детей Кто на руках нес, кто за собой тащил На трассах аварии стоят фуры Автобусы улетают в киветы В том числе, кстати, с детьми От чиновники отчитываются На всех подрядчиков будем накладывать штрафы Вроде бы работают, вроде бы контролируют Ну а людям-то от этого что? Это что? Как бы имитация работы получается Это имитация наказания То есть те штрафы, которые Дают основному подрядчику По уборке улиц Это капля в море Которая практически не решает проблем По качественной уборке И очистке улиц От снега, от льда То есть нужно было создавать Здоровую конкуренцию Чтобы могли прийти Любые желающие Поучаствовать в конкурсе По уборке улиц То есть Эти бы подрядчики между собой конкурировали За качество Тот, кто некачественная работа Тех, соответственно, такие штрафы давать Чтобы У них пропало желание Некачественно Обслуживать Улицы Или, например, вообще заключать Контракты на ремонт дорог Одновременно с их содержанием Чтобы тот, кто дорогу построил Он еще должен ее содержать В течение будущих пяти лет Ну у нас Последняя идея То есть какие-то новые механизмы Придумывать Чтобы мы Как-то вышли Из Так сказать Из эпохи Вот этих Пещерных людей То есть Надо как-то Все-таки двигаться В эту сторону Пещерных и песчаных, да? Потому что Дома Такая грязь От того, что на улице И еще песчаные бури у нас будут весной Ждем С нетерпением каждый год их И ждем с нетерпением каждый год Что что-то решится Но год за годом идет А мы все так же утопаем в снегу И вот это вот все Становится причиной Еще для многих городских проблем Ну вот, например Сегодняшняя новость Куприд оправдал Невывезенный вовремя мусор Гололедом Так и хочется спросить А что, так можно? Ну, Куприд обязан По закону вывозить мусор Там, неважно Это хоть метеорит Упал там На соседний регион И как-то Это шлейфом Зацепило Какой-то мусоровоз Куприд А значит Должен приехать другой мусоровоз И этот мусор вывезти Потому что есть СНП Да, которые обязывают Вывозить этот мусор Там каждый день Условно говоря Вот То есть есть обязательства Куприд Он должен их выполнять Как он это будет делать Там с вертолета Загружать этот мусор Мусоровоз Это его проблемы То есть Гололед не должен быть Препятствием Для того, чтобы Вывозить мусор Еще один вопрос На эту же тему Вам задам У нас в эфире Был Михаил Шевелев Он высказался По поводу уборки снега Вот уже второй раз У нас по-моему Снег выпал Снег растаял Вот он говорит Если бы подрядчики Были честнее Что ли с людьми Вели бы диалог С ними нормальный Может быть Кировчане бы и поняли Если бы им Объяснили Подрядчики Своё желание Сэкономить На уборке снега Который через два дня Растает Вот вы как считаете Вы поняли бы вообще Стали бы ходить Допустим По снежной каше Там экономия Деньги Бюджетные Я вообще не понимаю Какая может быть экономия Если мы добросовестные Аналогоплательщики Платим Свои налоги Бюджеты всех уровней Они там Распределяются Понятно что Большинство идет В Москву Потом Там большая часть НДФЛ В оригинале бюджет И так далее Там часть Муниципальным остается Нам вообще Без разницы То есть Органы Места самоуправления Должны Выполнять Свои обязанности Которые предусмотрены Законом То есть Экономят они Больше не потратят Нам без разницы Мы должны ходить По чистому Городу Без льда Без песка И Чтобы Среда была Комфортная И доступная Я уж не говорю Пока про комфортную Потому что Это пока только Декларация В течение Несколько последних лет Но хотя бы доступная И сам это Основное доступное Для маломобильных граждан То есть Понятно что Выехать Инвалиду Там Из дома И Покататься По городу Это конечно Большой риск Не приехать Обратно домой Но Из маломобильных Групп У нас еще есть И пожилые люди Можно их так Как бы отнести И мамы с колясками Которые Постоянно ходят То есть Для них-то все равно Должна создаваться Доступная среда То есть Даже элементарно Ребенка Из дома До садика На санках Не довезти То есть Это можно Либо Споткнуться О какой-то бордюр И упасть Вместе с ребенком С санками Прямо на дорогу Под колеса машины То есть Это Ну это Экстремальные условия Передвижения По нашему городу То есть Те кто По ним уходят Они По сути Не знаем Надо памятники Ставить Или медали Это выдавать Потому что Это Я думаю Что Достойно Каких-то Героических Поступков Ну когда Становишься матерью Понимаешь Что уже И орден Пора бы получить За то Что таскаешь Коляску По этим улицам Перейдем К другой теме Вот мы уже С вами Обмолвились о том Что мусор у нас Вывозят не всегда Вовремя Но Деньги За него Просят платить Исправно Недавно было заседание Общественного совета При РСТ Вы в него Входите И вот Один из основных вопросов Который Всех волнует Который там обсуждался Это тариф На мусор С ним никак определиться Не могут Все идут суды Уфас Говорит Что с нас много Берут Куприд Говорит Что в самый раз Вот они значит Друг с другом Спорят Такое чувство Что вообще Никто не понимает Как этот тариф Должен считаться Поднимает Единственный орган Как он должен Считаться Это федеральная Антимонопольная служба Когда после масштабной Проверки Она выдала Предписание То Региональная служба По тарифам Согласилась С этим предписанием Правительство Кировской области Согласилось С этим предписанием Не стало Данное предписание Обжаловать в суде Хотя такого права было И соответственно Признала Свои ошибки Уменьшив Тариф Почти на 16% Давайте напомним На что там Что исключили из него Там исключили Значит Самое Основное Это Затраты на лизинг При приобретении Там 202 мусоровозов При этом При покупке Мусоровозов ФАС Тоже сделала Жесткое замечание Региональная служба Тарифа В части того Что зачем Покупать Технику За счет граждан В рамках Действующего тарифа На мусор Если Перевозчики Которые выиграли Конкурсы на транспортировку В рамках Полученных лицензий На транспортировку Уже обязаны Иметь У себя Технику Или в собственности Либо на другом Законном основании То есть Получается Мы за свой счет Купили Там Новые Маны Там И Другие Машины Там По 12 миллионов рублей И по сути Их отдали в пользование Тем перевозчикам Которые Практически Без какой-либо Конкуренции И так Выиграли по максимальной цене Лоты по транспортировке И обязаны были Иметь у себя Эти машины То есть ФАСН Это сделало Замечание И сказала Что это Недопустимо Вот Там Есть Был там Еще ряд Других вопросов Но это Один из Из основных Было по инвес Составляющей Вопросы По мусороперегрузочным Станциям Но по мусороперегрузочным Станциям Сейчас принято Решение Что так Как законодательством Это не предусмотрено То Данные затраты Не будут Включаться В тариф Следующего года И Министр охраны Кружающей среды Кировской области Заявила нам На заседании Рабочая группа По тарифам Которое было Недавно О том Что Данные затраты Будут По сути Предпринимательскими Рисками Транспортировочных Компаний Которые будут Заниматься Транспортировкой То есть Они при Формировании Своих цен Должны будут Это учитывать И туда закладывать То есть Если они Это Не учли При Например Формировании Своего коммерческого Предложения То это Их предпринимательский Риск То есть За счет Граждан Отдельной строкой В тарифе Этого не будет Хотя Безусловно Мы понимаем Что если такие станции Будут Мы это все равно За это заплатим Косвенно Путем оплаты Стоимости услуг По транспортировке Которой Которой Так же Очень много Вопросов А вот Кстати По поводу Транспортировки Давайте Тогда Давайте Сейчас Сходим На перерыв На полминутки И вернемся С этим вопросом Особое мнение На 101FM Продолжается программа Особое мнение Сегодня его высказывает Член Ассоциации юристов России Член Общественной палаты Кировской области Андрей Воробьев Андрей Мы начали с вами До перерыва Обсуждать Вопрос Подсчета стоимости Транспортировки мусора И вот Вы начали Говорить о том Что недавно В общественной палате Алла Албегова Министр охраны Окружающей среды Представила Так называемую Откорректированную Схему Проект Обращение Терсхему Обращение С ТКУ Об этом Может быть Поговорим Чуть-чуть позднее Я сейчас Хочу Выдержку Из бизнес-новостей Прочитать Как раз По поводу Транспортировки Отходов Бизнес-новости Пишут Что Выяснилось Что не существует Никакой Законодательной Базы По вопросу Регулирования Затрат На транспортировку ТКО Подрядчик Может устанавливать Любую стоимость Более того Имеет право Не раскрывать Экономическое Обоснование Своего Предложения По конкурсу Что делает Невозможной Реальную оценку Требующихся Средств А они Включаются В тариф Вот к чему Это ведет Как это Можно решить Ну на самом деле Не совсем так Как написано На сайте Бизнес-новостей Потому что Не любую цену Реенесс Уже по тарифам Включают Она Определяется По результатам Торгов А торги Формируются На основании Коммерческих Предложений В настоящее В настоящее время Но вы понимаете Что три коммерческих Предложения Прислать организатору Закупки Можно Это с одного Компьютера Из одного Кабинета Поэтому Тут Я не вижу Какой-то большой Конкуренции Тем более Прошлый год Показывает Что по сути Никакого Снижения Цен Никакой Борьбы Золоты Не было То есть По сути Выигрывали Перевозчики По максимальной Цене Эти лоты Выиграли Единственное По одному Из четырех Лотов Было Небольшое Снижение Мне кажется Это Декларативное Было Снижение Просто Показать Что Вот смотрите Сейчас Есть Проект Постановления Правительства Российской Федерации Который Предлагает Внести Изменения В основу Ценообразования При Формировании Тарифа На твердокоммунальные Отходы Где Рассчитываются Транспортные Затраты По простому Говоря Но Мы понимаем Что раз Это проект Значит Его учитывать Пока нельзя И поэтому Насколько я знаю Сейчас Готовятся лоты Также На перевозку Как заявил Министр Окружающей среды Эти лоты Будут Немножко Перетасованы Укропнены Укропнены Поэтому Методика Будет Вся Та же Самая То есть Транспортировщики Будут присылать Свои коммерческие Предложения С той стоимостью Которую Они хотят Заработать Соответственно Организатор Закупки Возьмет Среднюю цену Из трех Коммерческих Предложений И ее Сделают В качестве Первоначальной Ну я правильно Сейчас понимаю Пока не будет Какой-то Законодательной базы Мы будем платить Столько Сколько хотят Вот эти самые Перевозчики По сути да Если не будет Никакой конкуренции На аукционах На площадке На электронной площадке Где будут проводиться Торги То есть А по итогам Прошлого года Мы не видели Этой конкуренции И какого-то снижения Потому что Есть Такие закупки Где Стоимость снижают Там До 10% От первоначальной Стоимости И умудряются Выполнять эти работы Здесь Никого снижения Мы не видели По большинству лотов Давайте вернемся Сейчас Вот К тому делу Который сейчас В судах Рассматривается Сейчас ФАС Я так понимаю Подает В апелляцию Каким На ваш взгляд Будет исход Этого дела И каким он Должен быть Ну во-первых Давайте Тогда Начну с конца Представителем РСТ На площадке Общественной палаты Я прямо Сказал За два дня До судебного заседания Что вы проиграете Это дело Это в Кировском Болосудном суде То есть Которое Это решение Судом было вынесено 25 октября Почему у меня Сложилось такое впечатление Потому что Потому что Происходит Например При спорах С налогами Органами С участием Региональной службы По тарифам Это в арбитражном суде Вопросов Очень много У судов К представителям РСТ А ответов К сожалению Не всегда Можно получить Поэтому Складывается Впечатление Не готовятся Они к судам Или что Что это значит Бывает Что и такое Да То есть Приходят Представители И не могут Ответить на вопросы То есть Хотя Они должны Быть самыми Компетентными В своих вопросах В сфере Регулирования Тарифов Так как Они Принимают Данное решение Поэтому У меня Сложилось Такое впечатление Что Они могут Легко Это дело Проиграть В суде В споре С Купритом В свете Того Что Больше 60% Акций Куприта От города А можно сказать Что передали Области То Вообще У меня Сомнений Не вызывало Что Это дело Можно было Проиграть А потом Как оказалось Да и Мало Вообще Кто расстроился Из представителей РГНС Уже По тарифам По проигранному Делу И я не видел Какого-то Активного Желания Обжаловать Это решение У них Что тоже Вызывает Большие вопросы Потому что Дело Не только в том Что они должны Отстаивать Своё законное Решение До момента Пока Решение Суда Не вступило В силу Оно считается Законным Решением В том числе Это же В интересах Населения Населения Бизнеса И так далее То есть За мусор У нас сейчас Платят все Отходы Образователи Вот поэтому Конечно Это было Не только Не только Защита Чести И достоинства Региональства По тарифам Правительства Кировской области Это была Защита Интересов Самых главных Жителей Потому что Тот рост Платы За мусор Который появился В этом году Я напомню Это примерно В два раза По сравнению С прошлым годом В среднем Это конечно Дополнительная И ощутимая Нагрузка Которая Никак не связана С ростом Доходов Населения По данным Росстата По росту Потребительских Цен Например Если даже Сравнить С инфляцией То есть Зарплаты Так не растут Как инфляция И как тарифы Поэтому Конечно Здесь Надо было Коррелировать И искать Оптимальную Оптимальную Стоимость Очень Тщательно Подходить К формированию Необходимой Валовой выручки В тарифе То есть То что Образует В конечном итоге Сам тариф И конечно Исключать Любое Двоякое Толкование Каких-либо норм В том числе И в территориальной Схеме Где Там Например Изначально Было написано Что Вывоз мусора Может осуществляться Либо перевозчиками Либо С помощью 202 Мусоровозов То есть Нужно Определиться Либо так Либо так Потому что И то и другое Мы получили В 2019 Году И нам еще Хотят доказать Что это правильно Да То есть Ну вот я поняла Вы говорите Каким должен быть Исход дела На ваш взгляд Я поняла По поводу Обжалования По поводу Что в итоге Может произойти Еще и учитывая Передачу акций Вопрос обжалования Будет решаться На уровне Правительства Кировской области То есть Если такое решение Будет Я надеюсь Что оно будет Вот То регионная служба Будет подавать Апределляционную жалобу Верховный суд Не только ФАС На ее росты Да Да Вот Тут получается Что ФАС Должна Не только Подать жалобу Защищать Свои интересы Но и Обеспечить Свою представитель В суде Это тоже Очень важно Потому что По итогам Прошедшего Судебного заседания По моей информации Руководителя Управления Федеральной Антимонопольной Службы По Кировской области Которая Была Одним из Представителем Просто Не допустили К участию В процессе Из-за отсутствия Диплома В высшем Юридическом Образовании То есть Хотя Наличие Диплома По Таким Административным Делам Было Введено Законом Еще Два года Назад А вот Поправьте Меня Поправьте Если я неправильно Поняла Правительство Области Принимая Решение О том Что РСТ Идет Обжаловать Получается Принимает Это решение В какой-то Степени Против себя Не против себя Она должна Защитить Свои Интересы То есть Свой Акт Который Был принят В соответствии Законом При этом Куприт Который Теперь В собственности Области Получит Меньше денег Если РСТ Сможет Обжаловать То есть Я не удивлюсь Что есть Тут даже Есть какой-то Конфликт Интересов Между собой Который Должен Решаться На уровне Опять же Правительства Области Но он должен Это решаться С учетом Баланса Интересов Куприта И Населения А вот По поводу РСТ Еще у нас В эфире Депутат Гордома Альберт Бекалюк Высказался Так Что РСТ По его мнению Это орган Который действует Не в интересах Людей И является Финансовым Департаментом Как он выразился Всех наших Ресурсников Ну и в том числе И Куприта И других Организаций Вот вы согласны С ним или нет Или все-таки Защищает у нас РСТ Интересы Людей Нет Я не согласен Ни с тем Ни с другим Мнением Я считаю Что РСТ Сейчас находится Так сказать Между молотом И наковальней То есть Это ей приходится Искать какой-то Баланс Между интересами Ресурсоснабжающей Организации Чтобы та Не обжаловала Потом решение В суде Так как Необоснованно Они не включили Например Какие-то расходы В необходимую Валовую выручку При расчете Тарифа И в то же время Должна учитывать Возможность Населения платить То есть Не только Интересы Ресурсоснабжающей Организации Но и Соответственно Вообще Население Это может Столько потянуть То есть И столько Вообще Платить И поэтому Приходится Им принимать Какие-то Сбалансированные Решения Но если Рассматривать Большинство Тарифов Ресурсоснабжающих Организаций То Они По некоторым Вопросам Недофинансированы То есть Это может Сейчас Это прозвучит Немножко Нереально Но На развитии У этих Ресурсоснабжающей Организации Денег заложено Не так много В тарифе То есть Инвестсоставляющих Не так много У ресурсоснабжающих Организаций Потому что У них У самих Денег нет Вот Их Можно только Получить С потребителей В рамках Тарифа Вот И поэтому В основном Эти все Расходы Связаны На обслуживание На ремонт На эксплуатацию Каких-то Инженерных сетей И так далее Ну понятно Там зарплата И прочее Вот поэтому Я считаю Что РСТ сейчас Находится Очень в таком Непростом положении Где надо Вот Как бы Лавировать Между Двумя Заинтересованными Группами Еще в тему Мусора Так как Времени у нас Немного Движемся Семимильными Шагами Мы уже Немножечко Затронули Тему Корректировки Тир-схемы Тир-схемы Обращения С ТКО И нам Задал вопрос Наш слушатель Читатель Нашего сайта Я хочу Его вам Озвучить Возможно ли Коррупция При новой Откорректированной Схеме Вывоза мусора На территории Кировской области Спрашивает Ну насчет Самой коррупции Я не знаю Но Министру Окружающей среды Я сказал Что если В территориальной Схеме Есть какие-то Пробелы Или Какие-то Широкие Дискреционные Полномочия При установлении Этой схемы То это Коррупциогенные Факторы Вот На что Алла Викторовна Непонятно Почему Это возмутилось И сказала Что нельзя Бросаться такими словами На что я ответил Что у меня Аккредитация При Министерстве Юстиции Российской Федерации На проведение Независимой Антикоррупционной Экспертизы Нормативных Привых актов И их проектов Поэтому я говорю Я объяснил Что есть методика По проведению Антикоррупционной Экспертизы По ней работают В том числе Прокуратура И Министерство Юстиции При анализе Тех Тех Привых актов Которые Принимают В том числе И органы Исполнительной Власти И Не проходят проверку В прокуратуре То есть Это Обычная методика То есть Там есть Условия Которым Должны соответствовать Эти акты То есть Если В каком-либо акте Будет указано Либо то Либо то То есть На усмотрение Какого-то чиновника Там госслужащего Муниципального Служащего То значит В этом акте Присутствуют Коррупционные факторы То есть Это значит Что Они Вот это Создают Такую почву Для злоупотребления А вы сами В этой схеме Что-то видите Раз вы задавали Такие вопросы Ну вот Бегло изучив Тот проект схемы Это кроме Орфографических Ошибок Я пока Ничего такого Не нашел Вот Ну я думаю Это все поправят До 15-го По-моему Ноября Присылают Ну еще Отпринимают Эти предложения По ее корректировке Но Касательно Самой схемы Там тоже Очень много вопросов Я имею в виду Проекта схемы А вот эта вот Корректировка Коротко Объясним Слушателям В чем она заключалась Ну основное Основное Что я понял Из доклада Представителей Министерства Окружающей среды Что меняется Объем Мусора Значит Меняется Методика Учета Мусора На полигонах То есть Она сейчас Будет В массе То есть В тоннах Будет Это все Захораниваться Новые полигоны Открываются Новые полигоны Планируются Да То есть Планируется Строительство Большого полигона В южной части Города Кирова То есть Я так понимаю Что-то Будет Похожее На Центральный Полигон В осенцах То есть По масштабу Я имею ввиду Опять же Я задал вопрос Кто за это Будет платить Ну известно Что самый простой ответ Сказать Что это будет Учено в тарифе Но вопрос В том Что если Власти На протяжении И там Последних 30 лет Ничего Не делали Из Москвы Из Москвы Из администрации Президента Сказали У нас на это Денег нет Это разбирайте Сами Слушайте Вы сейчас Очень жесткую Вещь сказали По поводу Строительства Полигона В южной части Города Кирова Это Это что И какие Сроки Потому что Это даже не обсуждалось Пока нам сказали Что формируется Земельный участок То есть По срокам Понятно Что никакой Информации Нету Кроме того Данной схемой Предполагается Планирование Резервных потоков По полигонам Но Я не совсем понял Какие резервные Потоки будут По центральному Полигону Потому что В проекте Территориальной схемы В качестве Резервных полигонов Стоит пусто А если Возникнут Обстоятельства Непреодолимой силы Как написано В проекте Территориальной схемы То Куда повезется Мусор Который нельзя Будет вести На центральный Полигон Ответа Такого Проекта Территориальной схемы Не дает Хотя По большей части Других полигонов В качестве Резервного Источника Указан Центральный полигон У нас сейчас Реклама Две минуты Особое мнение На 101FM Да Это действительно Программа Особое мнение Веду сегодня Его я Мария Кожевникова А напротив меня Член Ассоциации Юристов России Член Общественной палаты Кировской области Андрей Воробьев Андрей Еще один вопрос Который обсуждался На совете При РСТ Это поднятие Тарифа на тепло Это еще одно Скажем так Непопулярное решение В котором Участвует РСТ Они предлагают Поднять тариф на тепло На 7,6% С июля следующего года В то время Как По закону Так Так Сильно Поднимать Нельзя Они просят Согласование Депутатов Депутаты Гордумы Этот вопрос Уже согласовали Но решение Как я понимаю Не окончательное Чем это все Закончится И вообще Вот это нормально Что такие вещи У нас происходят Это же немало Почти 8% Это Не просто немало Это очень много Потому что Опять же 7,6% Это средний Так сказать Индекс По муниципальному образованию Вот То есть По Где-то может быть Еще выше Да То есть на отопление Например Тариф может быть Еще выше Давайте поясним Просто почему РСТ Об этом говорит Почему Просила депутатов Поднять Потому что Могли бы поднять В этом году В связи с концессией Еще на полтора процента То есть уже Два раза поднимали И еще в третий раз На полтора процента В связи с концессией Не говорят Ну давайте в этом году Третий раз Не будем поднимать А вот на следующий год Все разом бахнем Ну вот, пока еще нет окончательного решения, что будет такое увеличение на 7,6%. Потому что пока лишь Кировская городская дума согласовала проект указа губернатора о внесении изменений в свой прошлогодний указ губернатора. Данный указ губернатора вместе с решением Кировской городской думы, с обосновывающими материалами, для чего это нужно повышение, а также с обоснованием социально-экономических последствий для потребителей, а также возможностью их платить. Все это будет направлено в Федеральную антимонопольную службу России, Москву. И уже ФАС, с учетом анализа всех этих материалов, будет принимать решение дать Кировской области повышение сверхотклонения, которое, напомню, 2,8%, а правительство Российской Федерации для Кировской области установило 4%. То есть, как бы максимально 6,8%. То тогда такой указ вступит в силу, будет действовать, если ФАС согласует. Думаете, он может не согласовать. Ну, вот сейчас у нас был Валерий Семенищев, представитель, так сказать, Совета старших по домам на общественном совете. Он сказал, что по этому вопросу он будет обращаться в ФАС. Не знаю, от себя лично, либо от Совета старших по домам. Вот, возможно, еще какие-то там коллективные обращения, я не знаю. Но это в том числе, вот этот вопрос будет с ФАС прорабатываться, о возможности повышения. Но при этом хочу заметить, что если ФАС не согласует, то деньги в бюджете на это запланированы, в областном. То есть, это будет разница покрываться за счет областного бюджета. То есть, эти полтора процента с нас в будущем не возьмут? Если ФАС не согласует. То есть, ну и вообще, конечно, такие решения о превышении предельного индекса надо, конечно, подкреплять соответствующими решениями из бюджета. То есть, вот установила правительство Российской Федерации или Кировской области 4%. Оно посчитало, что так правильно. Все, что выше, будьте добры планировать из бюджета. Это аналогичная история ситуации с мусором. Если у нас нет инфраструктуры по ТКО, если не строились полигоны последние 30 лет, условно говоря, ничего не делалось в сфере теплоснабжения. То есть, одни там трубы менялись на новые, ничего кардинального, каких-то масштабных реконструкций, нового строительства практически не было. То почему сейчас за все должны платить жители? Почему не было ответственности и контроля за то, что происходило последние 10-20 лет? У нас КТК не вчера появилась в городе и стала заниматься теплоснабжением города Кирова. То есть, надо сначала разобраться со всем тем, что было до этого, насколько эффективно расходовались деньги в рамках тарифа за счет населения. По инвестсоставляющей мы видим, что с помощью РСТ и от самопрофильных министерств чуть ли не ежегодно, а в рамках тарифа КТК уменьшают им тариф за счет невыполнения инвестпрограммы. То есть, там по 50-80 миллионов. Уголовные дела. То есть, были, помним, да, ситуацию, когда деньги из тарифа по Кирову потратили на перекладку сетей в Чапецке. То есть, ну вот это все, этого не должно быть. И поэтому, конечно, это очень важные социальные факторы, которые нужно решать с помощью бюджета. То есть, подключать бюджет. Это обязательно, потому что население не сможет постоянно тянуть эту лямку. А вот смотрите, раз уж мы к народному карману вернулись и к мусору, а вот это вот решение, которое, исход вот этого дела, да, где спорят ФАС, Куприд и РСТ, если РСТ и ФАС все-таки не удастся его спорить, если нам вернут вот тот вот тариф, который у нас действовал с 1 января, что вообще будет? Какие последствия этого могут быть? Какая-то народная волна недовольств? Я не знаю, у меня вообще такое ощущение, что скоро мы не только по поводу Марадыкова, но и по поводу тарифов ЖКХ на митинги пойдем. По поводу Марадыкова надо вообще проводить региональный референдум. Это предусмотрено законодательством. Тот, кто говорит, что это невозможно, и это компетенция, это федеральная, ну, надо просто, не знаю, почитать законы или пригласить грамотных юристов. Это что касается тарифов ЖКХ, то тут, конечно, никто ведь не лишает, например, город Киров, администрации города Кирова установить тарифы, так называемый стандарт для населения. То есть не ограничивать экономически обоснованный тариф, например, для КТК, для Куприта, для Водоканала и для других организаций, которые занимают доминирующее положение на рынке. А весь этот вопрос это решить за счет межтарифной разницы, то есть уменьшить реальный тариф для населения, а разницу оплачивать из бюджета. И сейчас в том числе и это происходит и с КТК, и с другими теплоосновжающими компаниями, в том числе и в Нововятске, и прочее, то есть где экономически обоснованный тариф, например, 2,5 тысячи рублей, а потребители платят 1,8 тысячи рублей. Но невозможно все вопросы муниципальной собственности решать за счет граждан. Тепловые сети муниципальные. Почему мы должны ремонтировать чужое имущество за свой счет? Я не понимаю. Это мою машину никто не ремонтирует. Я бы с удовольствием, давайте я сейчас тогда приеду к Зайнию правительства. У меня тут как раз недалеко при парковном скажу, отремонтируйте мне машину. Вот я так захотел. Это подпишу, приказ поставлю, печать тоже есть все. Ну, вы понимаете, эти вопросы надо как-то решать солидарно. То есть солидарно, то есть совместным участием. Вот на этой ноте мы и заканчиваем сегодняшнюю программу. Андрей, спасибо вам большое, хорошего дня и хорошего дня всем нашим слушателям. Особое мнение на 101FM